Я боюсь высоты Кто-то уверен, мы есть то, что мы едим. Для кого-то мы есть то, что мы любим. Но, возможно, мы являемся тем, чего панически боимся. Страхи. Они – наша сила. Они же – наша слабость. Прежде всего, это эмоция, базовая эмоция человека, которая определяет опасность непосредственно какого-то конкретного объекта или ситуации. То есть реакция на опасность. Считают, что дети при рождении не имеют никаких эмоций, а значит, им просто недоступно чувство страха. Так ли это? И где тогда рождается страх? Есть ли он накопленный опыт? Или он еще при зачатии закладывается в нашу ДНК? Поскольку дети или вообще человек, человеческое существо начинает чувствовать боль? Сразу, с рождения. Соответственно, обучается страхом очень быстро. Человек начинает бояться. В процессе рождения. А то и раньше. Еще в утропе. В детстве нас пугали бабаем под кроватью, в школе походом к директору или тем, что непременно станем дворниками, если не будем учиться. Сегодня мы с одраганием проверяем курсы валют, будучи уверенными. Валютный апокалипсис не за горами. Ученые утверждают, при помощи страха можно управляться знанием. Страх есть определенная программа, которую в нас закладывают. Функционирует она посредством человеческих инстинктов. Главный из них – инстинкт самовыживания. Речь Восполитая. 16 век. Территория современной Беларуси. В обществе усиливается страх, который историки называют массовым психозом. Страх перед концом цвета. Пусть в этой войне боялись и бачили, что каждый день в своем жизни, что есть некие намеки на то, что космические руки приведут до такого полного изнищения всего живого на земле, до того, что небесы упадут на землю. Но кто вложил в головы средневековых людей мысль о неминуемой смерти? Гэта фобия была добра подрыхтыванная панующей религийной, идеологичной доктриной. Массовые психозы в Европе. Они были подрыхтываны не редко затуманенными думками розных идеологов. Не редко это были религийные деятших, это торговельми. Моцно уплывало на такое мракобесие массовое. Значит, все наши страхи не более, чем игра с сознанием и никакого страшного гена в нас нет? С этим утверждением можно было бы согласиться, если бы не одно «но». Животные панически боятся огня, хотя большинство из них никогда не видело языков пламени и не ощущало боли от ожогов. Что это? Генетическая память поколений или простая случайность? Такой вопрос относительно происхождения и начала развития всех эмоций – это непростой вопрос. Но нужно сказать, что генетически запрограммирована некоторая такая комплексная реакция, которая является страхом. Запускают эту реакцию стимулы или естественные активаторы страха, так их назвал известный английский психиатр 20 века Джон Боулби. По его мнению, активаторов 4 – боль, одиночество, внезапное изменение стимула и быстрое приближение объекта. Позже американский психолог Изард Кэррол к этому списку добавит еще два – необычность и высота. Страх высоты – страх, свойственный всем сухопутным живым существам, не способным к полету. Вы не боитесь высоты? Значит, вы просто не пробовали делать так. Как видим, все люди на страх реагируют по-разному. Кто-то держится уверенно и смело, а для кого-то ступить в никуда не представляется возможным. Почему? Ответ внутри нас. В момент страха в надпочечниках начинает вырабатываться два основных гормона стресса – адреналин и норадреналин. Второй, он же гормон льва, в большей мере вырабатывается у людей храбрых и способных четко, холодно и обдуманно реагировать в стрессовых ситуациях. Их поступки порой выходят за рамки возможного. А вот адреналин, напротив, именуют гормоном кролика. Под его действием расширяются сосуды головного мозга, но сужаются сосуды кожи. Отсюда выражение «побелеть от страха». Он централизует кровообращение. То есть кровь отправляется в мышцы, которые необходимы для выполнения этих функций, и отливает, по большому счету, от поверхности тела. Поэтому, да, человек становится более серым на вид. Еще в Древней Руси по цвету кожи в моменты стресса распознавали лучшего воина. Он краснел или бледнел, да, краснел, наливался кровью, там, набрасывался на противника или бледнел. Он считал, что хорошие бойцы, которые краснели. У них тогда возможность совладать с ситуацией, а энергия направлена на, скорее, злость. Но такие примеры рвущихся в бой скорее исключение, чем правило. Почти всегда страх заставляет человека подчиниться первородному животному инстинкту – замереть. Все, наверное, смотрели передачи про животных, что часть животных, которые не обладают огромной какой-то агрессивностью и средствами защиты, они притворяются мертвыми. Значит, страх способен сковать не только сознание, но и тело. 1987 год. Война в Афганистане. Свой первый бой молодой призывник провел, замерев под камнем. Война вспоминает, что сам бой стал белым бедном в памяти, но тогда никто не обвинил его в трусости или измене. Ведь с многим из них был уже знаком главный человеческий страх – умереть. Вдруг у тебя внутри становится так холодно-холодно, все сжимается в комочек, и ты понимаешь, что этот момент на тебя посмотрела смерть. И тебе не надо оборачиваться, не надо никаких доказательств, ничего не надо. Ты просто понял, что в этот момент она была за твоей спиной и посмотрела на тебя. И это не только у меня ощущение. Это доля секунды длится. Сегодня он точно знает, что такое страшно. Этим истинам его научила сама жизнь. Страшно, когда ты жив, а все мертвы. Страшно писать письма матерям-однополчан, которых уже нет. Страшно, когда на твоих руках остается человеческая кровь. Вы идете по кишлаку, защитка. Вы идете впереди. За вами еще несколько ваших ребят. Из-за угла выходит пацаненок местный, у него 90 лет, не старше, дурачок. А у него в руках калаш. И палец на спусковом крючке. Ваши действия. Вы задумались? Вы мертвы. И те, кто за вами идут мертвы. Война – это жестоко, продолжает Дмитрий. Либо ты, либо тебя. На рассуждения нет времени и часто по-настоящему страшно становится уже после, когда понимаешь, что произошло. И иногда даже те, кто казались бесстрашными, ломались. На глазах Дмитрия люди сидели за одну ночь. В современной медицине известны случаи, когда люди сидели за считанные часы. Медики называют это явление острым нервным поседением. Обусловлено оно сбоем работы нервной системы. Дело в том, что серьезный стресс вызывает нарушение кровообращения. Сосуды, питающие волосяные фолликулы, сокращаются настолько, что это приводит к нарушению в работе клеток и выработке пигмента цвета. Следовательно, волосы теряют свой цвет и становятся седыми. Как вы думаете, сколько страхов у взрослого человека? 20? 100? 1000? Попытайтесь прямо сейчас вспомнить, чего вы по-настоящему боитесь. И посчитайте. Психиатры уверены, к моменту осознания человеком самого себя страхов становится гораздо меньше. У взрослого человека, я говорила, сколько сохранится в норме, ну приблизительно, да, у обычного взрослого человека страхов. Ну, 3-5-7, ну так. 3-7 страхов, ну приблизительно так. В современном обществе страх часто ошибочно ассоциируют со слабостью. Именно поэтому его принято скрывать. Но возможно ли это? Пол Экман, американский психолог и автор, ставший невероятно популярной книги «Психология лжи», доказал, 43 лицевые мышцы могут давать около 10 тысяч различных выражений. Волнение, удивление, злость, презрение и, конечно, страх. И переживание страха, оно имеет такие три черты. Ну, вот мимическое выражение страха. Брови приподняты, из свединок переносятся. Глаза вытаращены так, что над радужкой есть слой белка, да, слой склеры белый, светлый. И уголки рта опущены вниз, рот приоткрыт. А теперь попытайтесь понять, в каком из этих лиц заключен страх. В этом? Или в этом? Или, может быть, здесь? Или все-таки в этом? Вы сделали свой выбор? Настоящая эмоция здесь. Присмотритесь внимательно. Мы уверены, что-то подобное вы уже видели. Не надо, не надо убирать, я не могу. Психиатры утверждают, со страхами можно бороться. Современный психоанализ насчитывает не один десяток методов такой борьбы. Один из них позволит человеку встретиться лицом к лицу с объектом его кошмаров, чтобы дать удостовериться, опасность не так велика, как ее рисует наше подсознание. Много лет назад, после встречи со змеей, наша героиня Лариса поняла, что панически их боится. Она была лет 10-11, в то время у нас были пионерские лагеря, когда мы пошли всем отрядом в лес. На обратном пути я шла, увидела на пеньке змею, она лежала на солнышке, я через нее перескочила, я, наверное, установила мировой рекорд на 100 метров, я так бежала. С тех пор одно только слово «змея» вызывает у женщины панический ужас. Даже фильмы с участием рептилий заставляют ее отворачиваться от монитора. «Ладошки мокрые, все, и как-то, не знаю, я не могу этого передать. Страшно». Женщина и не подозревала, что в обычном городском ресторанчике, куда мы пригласили ее на интервью, живет настоящий королевский питон, с которым ей придется столкнуться. Сможет ли она перебороть свой страх? Посмотрим. «Не надо, не надо, убирайся, я не могу». После долгих уговоров она смогла приблизиться к змее на расстояние нескольких метров. «Я не буду его трогать, надо мне лечить, он уже языком не...» Еще несколько минут, и Лариса уже смогла дотронуться до объекта своих кошмаров. «Фу, не, не надо, я не могу». «Попробуй, я голову уберу». «Я, в принципе, человек... Я, в общем-то, человек... Я, в принципе, человек смелый, такая тепленькая». «Я же говорю, что она не такая противная, как кажется». «Да, она с виду такая страшненькая». А после? «Вы возьмите вот так на руку положите». «Не, ложить не буду, я не могу». «И вы почувствуете вместе с моей рядом, и вы почувствуете, как она перебирает...» «Хвосток». «Нет, мышцами, мышцами. Засовывайте. «Закрой глаза, мышц». «Вот, вот, кладите, не бойтесь». «Страшно. А потом пока как-то в руках человека пока потрогала, погладила. Вроде они такие уже страшные, оказалось, что такая скользкая, такая противная. На самом деле, ну, обычный такой вот кожаный ремень, толстый». «То есть, наверное, правильно, что к страху нужно прикоснуться, дабы понять, что вовсе он не страшный?» «Корее всего, да, да, наверное, надо попробовать, если страшно. Вот сейчас я, наверное, не так буду сильно бояться». Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы вы могли полностью избавиться от ваших страхов? Вам кажется, что вы могли бы достичь больше, стать сильнее, подняться выше? Но только если бы дожили до этого момента, ведь страх – наш главный, а может, и единственный защитный механизм. «Благодаря страху мы определяем, чьё мы будем развиваться, благодаря страху мы определяем, что для нас нужно, и можем обеспечить себе достаточно комфортное и удобное существование жизни. Если нет страха, то человек не боится умереть, по большому счёту, и смысл жизни сам по себе теряется». Учёные из Университета Айёвы в США утверждают, за чувство страха у человека отвечает область головного мозга, именуемая «моржечковой миндалиной». Соответственно, если она утрачивает работоспособность, человек лишается чувства страха. Это один из симптомов болезни, именуемой болезнью Урбаха Витте. США, штат Айёва. На протяжении последних 15 лет внимание неврологов приковано к женщине, страдающей болезнью Урбаха Витте. Её имя по этическим причинам замалчивается. В течение жизни она неоднократно подвергалась вооружённым нападениям и жестоким избиениям, но даже не пыталась вызвать к помощи, а при столкновении с ядовитыми змеями и пауками с неприкрытым интересом изучала их посредством прикосновений. Она просто не знает чувства страха, а следовательно, не понимает. Чего ей стоит бояться? Так что для вас страх? Блокпост на пути к совершенству или компас в стрессовых ситуациях? Молодая девушка, которая в ситуации несчастной любви. У неё была идея такая, что жить уже не стоит, раз так случилось. И она поднялась действительно на крышу высокого здания. И вот то, что я говорила, естественно, активатор страха высота остановил её. Она не смогла спрыгнуть. Вот она стояла на краю, она смотрела вниз. И если бы мы этим чувством не обладали, да, она шагнула бы и всё. Бороться нельзя бояться. Где здесь поставить запятую, решать только вам. Приручайте ваши страхи и не дайте им перерасти в фобии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!